Привет, дорогие друзья! В продаже появился мистулин, корневой гель Криопротектор. В описании указано, что он защищает корневую систему от экстремальных температур. Также указано, сохраняет воду в жидком виде при отрицательных температурах до минус 40 градусов Цельсия. Ранее я встречал упоминания только про два жидких состояния воды. Но пусть будет жидкий вид, да хоть очень мокрая в минус 40 градусов вода. Главная идея. Больше всего мне понравилось в описании, что гель позволяет выращивать растения в условиях вечной мерзлоты. Я сразу обратил внимание, что препарат по описанию напоминает Криогель на основе поливинилового спирта. Но в составе указан безопасный органический полимер природного происхождения. Вспомним историю появления лизуна. Основными компонентами были полисахарид, гуаровая кометь и бура. В современных наборах для слаймов вы скорее всего встретите поливиниловый спирт, а не гуаровую кометь. Таким образом, если в слаймах гуаровую кометь заменили на поливиниловый спирт, то в случае с корневым криопротектором вполне можно предположить нечто обратное. Кстати, в качестве пластификатора в слаймах используют глицерин. В другой вариации описание мистулина указано. Используется в медицине и биотехнологиях заменитель плазмы, а также пищевой промышленности как пищевая добавка группы влагоудерживающих агентов. Из-за указания заменитель плазмы сразу вспоминается прилипатель липосам, состав которого я разбирал в одном из предыдущих роликов. Немало важно и то, что в самом описании липосама указана возможность его применения для корневой обработки. Под указанным в описании мистулина влагоудерживающим агентом опять же можно предположить глицерин. Но по описанию состав завуалирован под однокомпонентный по веществу. Из ПВС варим клей и делаем из него слайм. Использую рабочую пропорцию 1 к 10 и немного лимонной кислоты. Перельем. Добавляем для начала немного активатора. Вот слайм. Ссылку оставлю под роликом в описании. Далее находим комментарий. По составу химического вещества препарат мистулины томской креоги лидентичный. Я намеренно скрыл химическую формулу вещества и номер пищевой добавки, чтобы избежать производства подделики фальсификата. Вот это-то и напрягает. Но главное, как я уже говорил, идея. Идея поиска замены поливиниловому спирту. Опять же возникают и сомнения в однокомпонентности состава по веществу. По вопросу креогелий в одном из учебно-методических пособий находим амилопектин, мальтодекстрин и крахмал в одном ряду с ПВС. Ссылку оставлю под роликом в описании. При примерно одинаковых ценах на мальтодекстрин и крахмал, мой интерес привлек крахмал в силу своей доступности. В одной из статей приводится сравнение получения креогелий из поливинилового спирта и крахмала. Для получения креогеля из воскообразного крахмала было достаточно всего двух циклов замораживания-оттаивания вместо четырех в случае с ПВС. Восковой крахмал – это крахмал, состоящий на 99-100% из амилопектина. Ссылку оставлю под роликом в описании. Еще в одной статье про креогелий из поливинилового спирта указано, что добавление глицерина дает дополнительный криопротекторный эффект и позволяет достичь требуемых свойств после одного цикла замораживания-оттаивания, что представляет собой явное преимущество перед обычными креогелями, требующими многократных циклов. Ссылку оставлю под роликом в описании. В интернете есть множество рецептов слаймов, которые могут подсказать новую идею средства для защиты корней. По аналогии с наборами для слаймов, имеющими активатор, не исключаю и идею двухкомпонентного средства, как альтернативу к криогелю, требующему циклы замораживания-оттаивания. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.